возможно. Так, воспользуйтесь источником талантов, чтобы открыть новые аспекты темной силы. Да, давайте посмотрим. Будет интересно посмотреть, как здесь прокачиваются умения. Так, используя темные сущности, получаемый из убийства врагов Джеки, может получать особые способности. Они сделают его еще сильнее. Получить умение Пожиратель Сердец. Ну, давайте получим это умение. Оно стоит 50 единиц сущности. Отлично. И дальше теперь посмотрим по веткам. Так, по веткам перемещение понятно, как это все производится. Патронтаж повышает емкость. Магазин Абоба для всех видов оружия. Стоимость 200. А тут 550 у нас очков сущности. И есть некая вампирская казнь. Схватите ослабленного врага и нажмите 1, чтобы выполнить вампирскую казнь и восстановить немного здоровья. Вот это вот с точки зрения безопасности. Я думаю, что мы эту способность выберем, прокачаем, а потом уже будем смотреть на все остальное, что нам будет попадаться. Итак, теперь мы можем с вами есть сердца. Это очень круто. Поедая сердца, мы с вами восстанавливаем здоровье. Так, здесь почему у нас не получается? Ну, к мартышке отойди. Узи. 30 патронов. Что-то маловато. Оружие-то скорострельное. Быстро закончится. Ты сможешь открыть тот ящик? Так, какой ящик? Электричество хочет вырубить. Забавно. Не без юмора, да? Так, вон еще эти побежали, твари. Так, а что мартышка-то нам не помогает? Так, отлично. Быстро перезаряжаем. Слушайте, что меня радует? Вот механика вообще отлично, мне кажется. Во-первых, я до этого... До этого нечто... В какие-то подобные игры я не играл. И механика здесь удобна. Знаете почему? Потому что пока даже перезаряжается наше самое оружие, я могу использовать вот свои... Вот эти демонические руки. Это вообще просто суперспект. Так, ну тут здесь. Нам главное самое... Самое главное, наверное, еще... Так, на свет, наверное, не попадать. А, здесь нельзя эту лампочку разрушить. Потому что, попадая на свет, мы то ли там здоровье теряем, то ли... То ли какой-то иной ущерб мы получаем с вами. Поэтому мы не будем рисковать. Итак, здесь... Давайте только лучше пистолет. Что-то мне, кстати, не очень нравится. Так, суперспект. Поедаем его сердце. Сейчас вообще здесь нормально. Надо сердец пособирать. И вон еще там один повис. Так, с пистолетом. Давайте схватим. Так. И пусть у нас будет две пушечки. Так, надежней и спокойней. Отлично. Ну-ка, ну... Ага! Так, свет, 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 свет. Откуда? А вон она. Лампа. Съедим у него сердце. Оно дает нам пять очков. Ну-ка. Оу-е-а! Бес на подхвате. Ну, кстати, хороший помощник. Плюс, знаете, как... Не одному бегать. А именно вдвоем. Вот как-то даже веселее. Я еще смотрю, у этого маленького... Маленькой сатаны есть свое чувство юмора. Оно достаточно интересное. Так, сердце. Про сердце тоже не забываем. Так, работает демоническая рука без задержек. Это очень хорошо. Так, вот наши ребята уже пытаются справиться с этими бандитами. Ну, отлично. Тоже слоу-моушен. Правда, я не понимаю, в каких случаях слоу-моушен появляется, а в каких-то нет. То есть, от чего это зависит, интересно. Так, здесь тоже подбиваем. Так, сердца давайте собирать. И патроны. Так, сердце. И тут еще одно сердце у нас. Плюс пять. Плюс пять очков сущностей. Ну, видимо... Видимо, нам сюда вот как раз вниз и нужно сейчас спуститься. Давайте-ка туда пройдем. Так, почему-то белый кара... А, катсенка у нас. Да, я не мог управлять внуки потерял Дженни. Боюсь, теперь ты потеряешь всех, кто тебе дорог, из-за своего упрянства и тупости. Давай, бей его. По зубам. Не жалей. Только не зубы! Тварь. Ну так, прежде чем мы начнем, далее прохождение демо-версии скажу, просто поделюсь самым первым впечатлением. Механик игры мне очень нравится. Я уже говорил о том, что можно стрелять и одновременно еще использовать вот эти демонические руки. То есть, пока я не очень активно используюсь вот этим вот хлыстом, который у нас вот справа. Демоническая рука наносит вот именно такие удары. Вот. А так, в целом, вообще... В целом, вообще очень круто. Ну, сами видите, графика, конечно, не супер уровня. Да, не уровня Battlefield 3 на ультар настройках. Но, тем не менее. Тем не менее, вполне достаточно для того, чтобы получать удовольствие от геймплея. Поэтому, даже вот поиграв несколько минут, я уверен, что эту игру я обязательно куплю и поиграю. А плюс здесь какой-никакой сюжет есть. Это очень хорошо. То есть, не тупая резня. Да, какие-то здесь... Ну, во всяком случае, демо-версии. Пока какие-то вот кат-сцены есть, которые проливают свет вообще на какой-то... На какой-то сюжет. То есть, он здесь есть. Это уже хорошо. Так. Черт, свет. Видите, тут еще надо от света укрываться, потому что резко снижает... Ну, не резко, конечно, но снижает наше здоровье. Так. Здесь мы, наверное, с вами дальше, друзья, проходим. И все-таки не очень удобно мне нас видели с Узи здесь работать. Так. Быстренько его сейчас схватим. И, наверное, казним его. Получим дополнительный запас здоровья. Да. По-моему, это какая-то вампирская казнь, которую мы с вами прокачивали. А вот у нас как раз здоровье и увеличилось. Так. Суперски. Молодец. Так. А с сердцем-то что? С сердцем тоже все. Чики-пуки. Давайте, друзья, идем с вами далее. Так. Наверное, этот мусорный бак мы с вами... Нет. Смотрите-ка. Мы его схватить не можем. Так. С пистолетами, конечно, намного круче. Очень вообще круто. Так. Суперски. Давайте схватим вот эту штуку. Видимо, какой-то такой газетный киоск. Ноу-е. Так. У него, кстати, дробовик, оказывается, еще был. Вот мне, кстати, интересно, пока я занимаюсь казнью, меня кто-то убить может или нет? И сердце выдрали еще у него. Ну, давайте побегаем сейчас с дробовиком. Посмотрим, насколько он удобен и эффективен. Ну, пока я вижу, что с одного выстрела они все умирают. 625 очков сущности. Давайте посмотрим, что мы еще сможем здесь с вами сейчас прокачать. Значит. Ну, это адский подъемник. С этой стороны мы уже можем дальше выбрать киллерская казнь. Схватите беспомощного врага и нажмите 2, чтобы выполнить киллерскую казнь и получить дополнительные патроны. Вот это как раз то, что нам надо. С патронами у нас действительно могут возникать проблемы время от времени. И давайте... Ой, зачем-то я снова сюда зашел. В меню прокачки нашего персонажа. Ну, не уверен, на самом деле, что будет очень длинная игра. Полная версия, я имею в виду. Потому что даже вот если по ветке меню посмотреть, то там не очень много. Ну, может быть, просто не очень часто будет давать возможность прокачиваться. И только лишь из-за этого она не очень большая. Ну, подозрение, тем не менее, у меня... У меня такие есть. Так, ладно, давайте посмотрим. Сейчас пистолетом постреляем у нас свет. Бои-господи, слушай, я не могу попасть там, интересно. А вон он, хлопчик, побежал. И схватим его. Давайте-ка киллерскую казнь. И сколько там патронов нам дали. Ну, неплохо, кстати, действительно, сколько патронов дали. Так, ну-ка, золотой. Нет, затянуться, думаю, не могу, представляете. А, сейчас поезд их всех собьет. Поэтому по поводу них нам волноваться уже не стоит. Так, здесь. Здесь ничего интересного у нас нет. Спрятанного нет. Вот это вырвать тоже не можем. Зато можем вот этот электронный киоск в продаже чего-то использовать. Так, здесь, кстати, прицельный огонь. Тоже он неплох, на самом деле. Нужно про него не забывать. И часто забываю, опять же, про хуй. Давайте, господи. Так. Вау. Вау. Так, сердца срочно сжрать. Срочно сжрать сердца, потому что... Блин. Офигад. Так, супер. Поэтому тоже сердце забрали. Ну, так, конечно, геймплей неплох. Именно с возможностью так быстро восстанавливать здоровье. Видите, как круто. Ну, плюс еще вот эту чивочку. Да и чивочки нам в таких приемах долго ждать не придется. Ну, и чивочки, я понимаю, именно вот достаточно количества очков для того, чтобы прокачать какую-то очередную ветку. Так, Кеннелл Стрит. Кеннелл Стрит. Именно так называется эта станция подземки. Так, выход. В какую сторону-то нам хоть идти? М. М. М здесь работает именно как не карта, а именно как слот выбора оружия. Вон они, хлопчики. Значит, нам туда. Сейчас вот эту штучку схватим. Ну-ка, давайте-ка. Давай их сейчас. Замечательно. Эээ, умна. Успели. Успели убраться. Там же, по-моему, тупик был. Или мне показалось. Там, по-моему, путь перегородили какими-то то ли баррикадами, то ли чем-то еще. Ну, все равно нам, по всей видимости, именно туда надо пройти. Так, нет. Побегаем с дробовиком. Уж очень он крут. Нам бы еще сейчас кого-нибудь схватить для того, чтобы казнить. Было бы совсем неплохо. Так, сердце. Сердце здесь нельзя ни у кого взять, к сожалению. Так, здесь тоже. А, это что такое? Просто бутылка какая-то. Сейчас попробую его схватить. Они вот там, кстати, очнулись. Эти супчики-голубчики. Ну-ка, схватим. Так, дополнительные патроны нам понадобятся. Сколько мне в дробовик-то дают? 14, 3 штука. Так. Давайте-ка попробуем его сейчас оглушить и схватить. Так, и хватаем его. И снова... Нет. А вот теперь казним на патроны. На пистолет, например, сколько нам дадут? Да не сколько не дали. Ну, видимо, кстати, на пистолет это максимально. Hell fucking yeah. Прикольно. Дробовик работает. Вообще супер. Так, сейчас еще сердце пожрем. Слушайте, прикольно. Обязательно буду покупать эту игру. Вообще просто супер. Жалею, что раньше не сделал прохождение демки. То, что совсем недавно руки просто дошли до нее. Вот, и теперь даже не жалею, что, по сути, за день до выхода, да, вот именно в Российской Федерации этой игры прошел ее. Теперь я уж точно знаю, что мне ждать. Вот, окончательная версия. Она должна быть реально крутая. Так, дальше-то нам как? А, это наш... Наш Чувиндрик. Так, это какая-то девушка у нас... Так, стансовать. Одеваться-то некуда. Нет, носитель будет жить. Это про нас. Про Джеки Эстакадо. Такая достаточно интересная предыстория, кстати, у игры. Именно предыстория, я понимаю, первую часть. Я вот перед началом демки прочитал. История захватывающая. Так, спротивляться. Борис! 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 Так, отлично. Ну вот, правильно. А то он зубы навышибал, значит, да? Так, сейчас... Ах ты, гад. Прикольно. Еще за убийство очки дали. А, убить свет. А я что-то перезаряжаться пошел. Вбиваем, конечно. Ну, стреляй в него. Почему он не стреляет, интересно? О, фак. Смотрите, какая у него дырка в руках. Дырки. Ты сам обрек на это себя и свою семью. Я лишь хотел помочь тебе. Ты не умрешь, Джеки. Тьма не позволит. Но когда очнешься, тетушка Сара будет мертва. Это все, чего ты добьешься. Пойми же, наконец, как ты бессилен. Я больше не стану щадить тебя. О, да. Я так понимаю, что это был конец демо-версии. Ну что же, очень даже неплохо. Будем ждать с вами выхода уже полной версии игры. Прохождение вы обязательно увидите на нашем канале, на канале RusgameTactics. Так что оставайтесь на волне. До скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова